В конце августа вышло наше учебное пособие, учебник и практику «Связь с общественностью в органах власти». Это новое издание, совершенно новое, сделанное сотрудниками нашей кафедры «Связь с общественностью, политикой и государственным управлением». Предисловие написал Игорь Евгеньевич Минтусов, генеральный директор агентства стратегической коммуникации «Никола М». И здесь он, в частности, пишет, что пособие обладает уникальными особенностями. Я приглашаю Веру Алексеевну Афкасову вкратце рассказать об этих особенностях, о плюсах и минусах, которые, я думаю, отличают это пособие от других. Коллеги, мне кажется, что оно интересно тем, это издание, что прежде всего достаточно актуально отражать все те проблемы, которые есть на сегодняшний день в нашем обществе, в российском обществе в первую очередь. И целый ряд проблем, которые оно содержит, в принципе, носит такой достаточно инновационный характер, который в других подобного рода изданиях не отражен. Ну, в частности, мы попытались, и это вообще для студентов чрезвычайно важно, важно для магистрантов, посмотреть, как реализуется, допустим, та же самая реклама в политических коммуникациях. Поскольку до сих пор эта тема вообще представлена очень фрагментарно в нашем корпусе литературы. И назвать аналогов, которые бы отвечали сегодняшнему дню, наверное, очень сложно, потому что те аспиранты, которые, допустим, у меня пишут подобного рода диссертационные исследования, они задаются вопросом, а как все-таки создать тот корпус литературы, тот блок литературы, который будет для них опорным. Потому что, на самом деле, вот это понятие политической рекламы весьма и весьма расплывчато смотрится в нашем обществе, или выглядит в нашем обществе. Кроме того, конечно же, чрезвычайную актуальность приобрели, и об этом мы как-то с вами уже говорили, проблемы, связанные с, допустим, непопулярными решениями. То есть такой своеобразный локальный кризис, который время от времени и достаточно часто, между прочим, происходит в нашем обществе. То есть вы предвидели в каком-то смысле пенсионную реформу? Да, и пенсионная реформа, и кейс вокруг Исаакиевского собора, и подобного рода вещи, которые затрагивают интересы всего социума, они представлены в этой книге. Мне кажется, это тоже интересный сам по себе ракурс, который может открыть новый вариант исследований. Безусловно, здесь есть достаточно богатое изучение нынешней системы государственной власти с точки зрения осуществления коммуникации в ней. Да, совершенно верно. И несмотря на то, что книга является только началом своего рода, она, думаю, что может носить такой пролонгированный характер. Смотрите, здесь книга состоит, в принципе, из двух таких частей. Первая часть, это несколько глав, освященная традиционным темам в связи с общественным органом власти, типа, как устроен отдел по связям с общественностью, что он делает, какие его функции. В принципе, это много где есть, но вторая часть, вот, носит инновационный характер, и кроме популярных решений, кроме рекламы, еще есть хорошая глава про международные аспекты связи с общественностью. У нас теперь многие органы власти имеют некую международную деятельность, нам тоже этим нужно заниматься. У нас здесь есть глава про работу бюджетных организаций, которые тоже иногда сталкиваются с проблемами коммуникации с вышестоящими структурами. Поэтому, с одной стороны, кратко, с другой стороны, интересно. Вот основной посыл нашей учебной пособицы, правильно, Алексей? Да, совершенно верно. И эта учебная пособица предназначена не только для бакалавриата, но и для министратуры, конечно. Да, это практикум. И еще очень, здесь интересно, есть интересные задания и кейсы для деловых игр на семинарских занятиях, которые, я думаю, можно будет использовать. Можно использовать, конечно, имя Анатольевич, не даже нужно. Да, не только, так сказать. Чтение, но и игровой формы тоже. Если есть вопросы, спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо.